Брак это между одной женщиной и одной мужчиной. И все. А государство без детей и без мурали не может сохранить. Это называется гомофобия сегодня? Что вы лезете к людям в постели? Пусть живут как хотят. А мы не лезем в постели. Они лезут, а не мы лезем в их постели. Путинская Россия это угроза безопасности Эстонии или нет? Потенциально Россия это, конечно, угроза. Путин прагматик. Если надо, он будет врагом. Если надо, он будет другом. Национализм, популизм, консерватизм. До последнего времени все эти понятия, казалось бы, были совершенно неприменимы к Эстонии. Одной из самых либеральных, прогрессивных и открытых миру стран Центральной Европы и Балтии. Последнее время над Таллинским заливом, похоже, дуют несколько другие ветры. Консервативная народная партия Эстонии собирает до пятой части голосов избирателей в отдельных регионах. Ее до этого времени формальный, а теперь неформальный лидер и вдохновитель Март Хельме, сегодня министр внутренних дел и вице-премьер. Он, кстати, бывший посол в России. Хельме регулярно буквально взрывает публичное пространство провокационными высказываниями, которые привлекают к нему внимание прессы и заставляют говорить о возрождении национал-популизма в Эстонии. Я встретился с Хельме в здании МВД и поговорил с ним о том, является ли Путин агрессором, куда бежать мигрантам и почему брак может быть только союзом мужчины и женщины. Министр Март Хельме, добро пожаловать в программу «В тренде». После аннексии Крыма, после российско-украинского конфликта на востоке Украины, ощущение в Вильнюсе, Таллине и Риге, в Варшаве, в Бухаресте, что путинская Россия – это угроза, реальная прямая угроза безопасности. Путинская Россия – это угроза безопасности Эстонии или нет? Если мы смотрим на то, что в 2008 году началась война с Грузией, то да. Если мы смотрим на то, что случилось в Украине, то тоже да. Грузия и Украина – немножко другие вещи, чем страны Балтии. Страны Балтии все-таки члены Европейского Союза и члены НАТО. Я никак не хочу сказать, что НАТО не будет отреагировать, если что-то, какие-то зеленые солдатики или как их по-русски называются, вдруг появятся здесь на нашей территории. То есть НАТО будет реагировать? Конечно, будет. И Эстония будет отреагировать. Мы все-таки довольно серьезно занимались нашими вооруженными силами. Мы сегодня и в Министерстве внутренних дел тоже занимаемся с тем, чтобы наши внутренние силы были как можно сильные. Потенциально Россия – это, конечно, угроза. Все зависит от того, какая ситуация в мире в целом. Если не вспыхнет большого конфликта, то я думаю, что Россия будет вести себя более дипломатически и в отношениях с странами Балтии. Вы недавно принимали, ваша партия принимала, Эстонская консервативная народная партия, которую вы до недавнего времени были председателем, принимала Марин Лепен в Эстонии. Вы общаетесь с другими европейскими консервативными партиями, партия Сальвини, альтернатива для Германии. И опять же, большая часть этих партий очень позитивно относятся к Путину, призывают снимать санкции с российских юридических, физических лиц, забыть об Украине, налаживать сотрудничество, потому что Россия стоит вместе с этими партиями за консервативные ценности. Вы разделяете такую позицию? Это более сложно все. Общее для нас, и что касается Лепена, и других, и Польши, и Венгрии, это то, что мы не хотим, чтобы Европейский Союз стал империей. Мы хотим сохранить свой суверенитет в рамках Европейского Союза. И мы против того, что Европейская комиссия становится каким-то правительством Европы. И здесь подходы разных стран и разных партий в других вопросах могут очень сильно различаться, но существует некий фундамент, который общий. Я читал в эстонской прессе, насколько я мог это прочитать, переводя с эстонского языка, что когда в Риге, как в парламенте Эстонии, шло обсуждение некого заявления по отравлению Навального, какая-то часть членов вашей консервативной народной партии выступила за такое заявление, ну, в поддержку Навального, скажем так. И какие-то члены партии высказывались против. Это так или нет? Нет, не против. Просто их не было в зале. Причины были совсем объективные. Так что мы, в принципе, поддерживали. Потому что мы считаем, что если даже существуют какие-то подозревания в этом плане, то здесь надо выяснить до конца, существуют ли подозревания, существуют ли отравления или не существуют. И мы хотим, чтобы все это было ясно. И поэтому мы, конечно, поддерживали, чтобы дойти до конца, чтобы была ясность. То есть вы сомневаетесь, что было отравление или нет? Я не очень понял. А откуда я знаю? То есть вы не верите немцам, которые говорят, что было? И что это было отравление боевым веществом? Если они доказывают это, то я буду, конечно, верить. В общем-то, я не исключаю этого. Не исключаете того, что за отравлением Навального стоит Кремль? Но не уверен в этом? Не исключаю. Каждый раз, когда речь заходит о России, у вас какая-то такая позиция, ну, да-но, вот скажем так. Это очень вообще не характерно для балтийского консерватора даже, я бы сказал, который обычно на Москву смотрит совершенно однозначно. Я просто хороший политик. И хороший политик смотрит на вещей с разных сторон. И как довольно хороший знаток российской истории, я знаю, что Россия не такая простая страна, что можно какие-то бело-черные решения делать. Потому что там есть регионы, региональные лидера, есть разные институции в рамках государственных институций, есть, конечно, силовики, спецслужбы, есть крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, там еще некоторые. Есть экономические круги, и чтобы найти равновесие между всеми этими группировками, территориями, частями страны, это очень сложно. Путин в этой схеме кто? А Путин в этой схеме как раз является аптекаром, который должен в своих чувствительных весах висать, чтобы все было равновешено. И чтобы на основе этой равновешии можно вести эффективную внешнюю политику. А скажи мне, Путин враг, вот для истории, так по-простому говоря? Путин как политик. Я думаю, что Путин прагматик. Если надо, он будет врагом, если надо, он будет другом. А сейчас я думаю, что он довольно нейтрально относится. Для него страны Балтии маленькие страны, с которыми слишком активно заниматься просто не имеет смысла. Активно надо вести дела с Америкой, Германией, Францией, Китаем, конечно, и с крупными силовыми центрами. А страны Балтии это европейские провинции для него. И чтобы, конечно, как-то слишком много энергии вложить в отношения со странами Балтии, я думаю, не имеет смысла его с точки зрения. Тем не менее, вы считаете, исходя из этого, что Путин сейчас не смотрит на Балтию, на центральную Европу, у него другие задачи, правильно? Нет, смотрит на страны Балтии, потому что страны Балтии, я так сказал бы, чтобы контролировать Балтийское море, надо контролировать страны Балтии. Тот, кто контролирует Балтийское море, контролирует и всю Скандинавию. Который контролирует Скандинавию, контролирует весь, хоть восточную часть Атлантического океана. И поэтому с этой точки зрения, хотя страны Балтии маленькие, они не имеют слишком сильное влияние на международные отношения, но с геополитической точки зрения они довольно важны. Если Путин хочет контролировать страны Балтии, значит он ваш урак. Он хочет видеть и знать, чтобы страны Балтии не были опасностей для России. Но они члены НАТО, а НАТО Путин воспринимает как опасность. Да, но с НАТО можно вести переговоры. НАТО это, скажем, две трети где-то Соединенные Штаты. И для того, чтобы страны Балтии не стали каким-то угрозой для России, надо вести дела с крупными партнерами в рамках НАТО. И добиваться того, чтобы здесь, на нашей территории, не были такие вооруженные системы, оружейные системы и милитарные группировки, которые реально стали угрозой с точки зрения Москвы. Вы упомянули, что для Путина важна внешняя политика. Вы сказали, что ему надо проводить эффективную внешнюю политику. Вы считаете, что внешняя политика эффективна? Я думаю, что ему, если бы я был Путин, скажем так, я сделал бы некий ревизион. Пересмотр внешней политики. Потому что ясно то, что сейчас мы видим, что тот стиль, который был до сих пор, что если понадобится, то начнем войну с Грузией. Конечно, противники должны быть не такие сильные. Это время, этот стиль уже не пройдет. Сейчас, я думаю, Путину более выгодно нажмить на дипломатические тумблеры и вести более активную дипломатическую работу. Потому что если он не будет этого делать, если он снова предпринимает какую-то агрессию или какую-то милитарную акцию, то, я думаю, Россия найдет себя в сильной изоляции. Так она уже в изоляции? Ну, не такой сильной. Эта изоляция, больше эта изоляция такая символическая, я сказал бы. Все ведут дела с Россией, все. И ООН, и немцы, и американцы все говорят с Россией. Хотя говорят, может, не так дружелюбиво, как до сих пор, но Россию не игнорируют. Но санкции работают, с вашей точки зрения? Я думаю, что работают. Хотя тут надо проанализировать, в каких отраслях это эффективно и в каких отраслях это влияет на то, что Россия сам уже занимается с тем, чтобы был независимый от импорта. Так что тут я сейчас не могу стопроцентно сказать, что это эффективно или неэффективно. Порой эффективно, порой не так эффективно. Вы член кабинета министров, вот как эстонский министр, скажем, не только эстонский гражданин, как эстонский министр, вы бы хотели ужесточения санкций против российских физических и юридических лиц в связи с, ну, например, войной с Украиной? Ну, вопрос, конечно, провокативный. Других не задаем. Скажу, что да, я хочу, то это означает, что до войны дойдем. Нет, я думаю, что всегда лучше вести переговоры. Всегда лучше вести переговоры. Такие лобовые столкновения не дадут обычно позитивных результатов. Так что я думаю, что санкции были нужны, потому что как-то надо было отреагировать на украинские события. Но я не думаю, что с санкциями в конечном счете можно добивать того, чтобы Россия как-то стала демократической страной в том плане, как это ожидают, скажем, в Рюсселе или в Вашингтоне. Я думаю, что более выгодно для всех сторон дипломатические отношения, дипломатические переговоры. Вы упомянули, вот вы сказали такую фразу, события, украинские события. Вы знаете, ну, обычно в странах Балтии говорят, там, аннексия Крыма, нападение России на Украину. Вы так обтекаемо говорите. Почему? Ну, я никак не могу одобрить аннексию Крыма. Когда распался Советский Союз, то была договоренность, что границ изменять не будут. Ну, в те времена все-таки Крым был частью Украины. И я де юре, и сейчас я отношусь к Крыму как к частью Украины. Это уже дело Киева и Москвы добиваться того, чтобы решать эти проблемы окончательно. Ведь мы помним то, что в начале 90-х годов прошлого века в Крыму были движения, которые хотели стать независимым или даже присоединиться к России. Но тогда были договоренности, что Крым все-таки остается частью Украины. Ну, вот из этого, я думаю, надо исходить. Вы, когда были представителем партии, представители вашей партии, говорят о миграции из Украины в Эстонию как о проблеме. В то время, как другие балтийские страны, ну, например, Литва, оказывают всяческое содействие украинцам, которые хотят приехать работать, например, в той же Литве. Они бесплатно получают разрешение на работу. Есть определенное такое, ну, практически как облегчение в этом плане. Почему ЭКРЭ, вашу, так сказать, партию, консервативную, народную, так беспокоят украинцы в Эстонии? Вы очень хорошо знаете, вы знаете стран Балтии. Вы хорошо знаете, что ситуация во всех трех странах сильно различается в плане этнического состава. В Эстонии где-то 25% людей, которые пользуют в первую очередь русским языком. В Латвии таких людей это порядка 40%, 35-40%. В Литве таких людей это 15%. Так что вот здесь и надо смотреть на то, почему в Литве говорят о том, что, а пусть приезжают. Там нет такой ситуации, что литовский язык, литовское самочувствие может в каком-то, через какой-то период остается в меньшинстве. У нас и в Латвии эта опасность существует. То есть вы боитесь за слушать языка. И украинцы, они будут говорить по-эстонски, они будут говорить здесь по-русски. Это все ясно, я понимаю их очень хорошо. Это, конечно, для них легче. И они будут полнять русскоязычное население в Эстонии. И поэтому мы против, мы против того. И, конечно, тут существуют и экономические причины тоже. Они готовы работать за мизерные заработки. А потеряют работу наши люди, и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за такие мизерные деньги. 20 лет назад, 15 лет назад все говорили о проблеме неграждан, людей, которые не могут интегрироваться и так далее. Сегодня неграждан осталось 70 тысяч. То есть люди не обладающиеся приблизительно, но около того. Значит, недавний доклад Следственного центра Министерства обороны Эстонии о русскоязычном населении, особенно о молодых людях, показывает, что люди эти вполне интегрированы, говорят на двух языках, они лояльны Эстонии, готовы служить в эстонской армии и так далее и тому подобное. То есть, эволюция идет, но почему тогда украинцы через какое-то время не могут пополнить вот эти ряды эстоноговорящих людей? Или речь идет о том, чтобы это был именно эстонец, ну, по крови, если хотите? Ну, вы знаете, тут надо опять смотреть на цифры. Если мы смотрим на Украину, то там порядка 40 миллионов людей. Даже больше, по-моему. Ну, так, примерно. А эстонцев сколько? В Эстонии проживает где-то порядка миллиона эстонцев. Но если мы открываем все двери и ворота для украинцев, то через некоторые... Мы же видим статистику. Мы же видим статистику. Десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Десятки тысяч. Это немало. Это немало. Для Эстонии это немало. И для России, конечно, 20 тысяч, 100 тысяч украинцев. Ну, что? Хорошо, Литва, 3 миллиона. Туда тоже переехало много. Ну, это не так больше, но ненамного. Мы не хотим. Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. И все. И все. Вот смотрите, вы не хотите, чтобы здесь было много африканцев, сомалийцев. Потому что нас так мало. Если нас было 100 миллионов, то 100 тысяч украинцев пусть приезжают. Если нас было 100 миллионов, миллион жителей Африки, это не проблема. Послушайте, вот даже сейчас не будем говорить о моральных аспектах, правах человека, но с другой стороны. Эстония, ну, как и другие балтийские страны. Это старик. Миграция, миграция, это не права человека. Сейчас не обсуждаем это. Хотя, если мы посмотрим на права беженцев, например, у них есть права. Ну, что вы, что вы, беженцы. Но сейчас не об этом речь. Украинцы не беженцы. Ну, хорошо, подождите секундочку. Украинцы не беженцы. Вы так считаете? Многие считают, что не беженцы. Африканцы тоже в основном не беженцы. Но вы, ваша партия, часто говорит, мы против глобализма, глобалистов, глобальных элит. Что под этим подразумевает? Эстония последние 30 лет, 20 уж точно, презентует себя как открытые миру, стартапы, цифровая экономика, цифровое правительство. И вдруг вот то, что вы говорите, то, что ваша партия говорит, идет очень сильно вразрез с этими трендами последних 20 лет. Это все пропаганда. Мы не против открытости, мы не против ИТ, мы не против интернета, мы не против даже того, чтобы приезжали к нам образованные люди с других стран, в том числе и из Африки. Но мы хотим, чтобы все это было под контроль эстонцев, эстонского правительства, а не под контроль каких-то экономических корпораций. Крупных корпораций международных, не под контроль европейской комиссии, не под контроль ООН. Здесь, на этой маленькой стране, мы хотим, чтобы все было под нашей контролем. И это все. Если это называется национализмом, ну и пускай, пусть называют. Если это как-то закрытости называются, а пусть называют. Мы должны защищать себя, если мы хотим развивать свою культуру, свой язык и сохранить независимость и суверенность. Мы должны защищать себя. Если это национализм, ну пускай будет национализмом. Есть еще одна тема, о которой ваш партия говорит в последнее время довольно часто. И даже вы предлагаете провести референдум в следующем году, в 2021 году, во время муниципальных выборов. Провести референдум для того, чтобы внести в Конституцию Эстонской Республики определение брака как союза мужчины и женщины. Ваши критики обвиняют вас в нескольких направлениях. Одни говорят, что это просто не соответствует правам человека, это ненависть к сексуальным меньшинствам и так далее. Другие говорят, что это несвоевременно, потому что у страны большие экономические проблемы будут еще больше из-за эпидемии, из-за пандемии. А третьи говорят, что ну и так уже в законе семье, в эстонском законодательстве уже это определено, зачем делать это еще раз и тратить деньги на печатные бюллетени и так далее. Почему эта тема так важна сегодня для вас, для вашей партии? Ну это важно и для всего народа, потому что без брака, без того, чтобы женщины и мужчины имели детей, нет будущего. Это так всем ясно. А наш ответ есть, очень простой. А как это, денонсируете закон о сожительстве? Если денонсировать закон о сожительстве, который в принципе хочет редефинировать дефиницию брака. То есть я должен пояснить, что это закон о гражданских союзах для однополых пар, для гомосексуалов, которые уже существуют в Эстонии. Если хотят, чтобы существовали и браки между мужчинами и между женщинами, то мы за то, чтобы дефинировать законодательство четко и однозначно. Брак это между одной женщиной и одной мужчиной. И все. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве. А этого они не готовы делать, что означает того, что наш референдум нужный. Вопрос, почему это важно? Почему этот вопрос важен? А потому что мы хотим, чтобы государство сохранилось, а государство без детей и без мурали не может сохраниться. А потому что набегут геи и затопят эстонскую нацию? Пусть бегут в Швеции. Пусть бегут в Швеции. Там все на них смотрят более, как сказать, вежливым. А вы смотрели грубо, да? Я смотрю действительно недружелюбиво. Ну, это называется гомофобия сегодня? Это не гомофобия. Потому что я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, то они гетерофобы. Я понимаю, когда страны, скажем, с сильной религиозной традицией, ну, например, та же самая Польша, где эта тема, так сказать, развивается, вокруг нее идут дискуссии и так далее. Но Эстония официально, вы посмотрите, любые опросы, там, Pew Research, любые. Эстония с Чехией делят позицию в Европе двух самых атеистических стран, самых индифферентных к религии народов, населения граждан. Большая часть людей, которым меньше 30, они скажут, да что вы лезете к людям в постели? А мы не лезем в постель. Да, ну, просто, понимаете, ценности... Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Это их пропаганда, что оставьте людей в покое, почему-то вас интересует, что они делают в спальных. А нас интересует. Мы против вашей пропаганды, мы против хомопропаганды. Мы не хотим. Не говорите нашим детям, не говорите в детсадах, в школах, не делайте свою пропаганду. Кончимся с этой пропагандой, и будет мир. А свобода слова? Свобода слова существует у нас тоже таким же образом. Если они могут делать свою хомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду. Если равновесие должно быть таким образом. Март Фельмин, большое спасибо за интервью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова